Средняя стоимость жизни россиянина составила 1,2 млн долларов, выяснили аналитики Финансового университета при правительстве России совместно со страховщиками. Стоимость жизни – это размер компенсации, на который рассчитывают семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей. В среднем по миру она превышает 2,5 млн долларов. В России эта сумма с учетом компенсации морального ущерба в 2015-м составляла 624 тыс. долларов, а сейчас выросла практически в два раза. Самые высокие требования по компенсации отмечены среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Тюмени и Воронежа, а также в Ульяновске. Самые низкие – в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и в Пензе. Вечером минувшего понедельника на проспекте Нариманово во время движения вспыхнула «Тойота». Водители пассажиров вызов пожарных попытались самостоятельно тушить автомобиль, но у него рванул бензобак, и к моменту прибытия огнеборцев иномарка была полностью охвачена пламя. В результате возгорания ехавшие в этой легковушке получили ожоги и были госпитализированы. Причина пожара устанавливается. Новая программа развития Ульяновского государственного аграрного университета имени Петра Аркадьевича Столыпина была представлена на расширенном заседании ученого совета этого вуза. В его работе принял участие губернатор Сергей Морозов, который высказал мнение о выходе на федеральный уровень с инициативой создания сети опорных аграрных университетов. По словам ректора Александра Дозорова, программа вуза будет практикоориентирована и совершенствоваться в соответствии с новыми требованиями и федеральной повесткой. Сейчас, по поручению губернатора, мы начали дорабатывать программы по аналогии с опорным вузом региона. Мы понимаем, что нужно усилить и в каком направлении работать. Кроме того, мы планируем привлечь к этому процессу высшую школу экономики, добавил Александр Дозоров.